Девушки отдыхают 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 усе коллеги сергей ахана у проекте мастерник истории одного мостака завтра в 10 145 или на беларусь 3 я обделен этой возможностью просунуть руку в куда-то в пространство и достать откуда там идею мне приходится к ней как-то подкрадываться мне кажется что вот она где-то где-то там но как-то я не могу и догнать далее познаемся с падениями что отбывается по замежами нашей краины иорданский город мадаба вядомы своими старожатыми мозаиками недавно тут стварели новый твор в арте книги рекордов гиннеса площадь этой мозаики 180 квадратных метров на истварение сошло 4 годы и намагание тысяч туристов мясовых жихаров и урадовых чиновников сегодня она претендует на сусветный рекорд як самая великое мазайка уключает 2 миллионы каменев розных видов базальту до граниту и мармуру идея у тым как сместить мадабу на туристичную карту картина называется шлях короля на ее намаляваны старожитный гандлёвый маршрут об яким згадывается у старым заповете дорога звучала иорданскую акаба сирийской босрой усим кто удельничал устварение картины организаторы дозволили написать свои имены на каменах теперь чиновники супрацовничают с министерством туризму и орданий обпадать заявку книгу рекордов гиннеса дарычи у мадаби и в околицах знайденная раннехристиянская церквы из уникальными мозаиками все рот их на истарожитная карта святой земли яка и знаходится у царкве святого георгия 22 червяня у городку великие эйсманты отбудется свято польской культуры эйсмонтовский фест по традиции яно почнется со святой имши за яднанья народа у костюля узнесения прасвятой девы марии и святого яна гостей фестивалю чакая выстава выраба у майстров народной творчасти мастацких полотна у музейных экспонатов и польской книги мастер-классы одроместника у концертная программа за делом коллектива уматорской творчасти установ культуры гродзенщины и дегустация национальных польских страу рассказы про индию мастак андрея бондара у прад ставил свою черговую выставу центры сучасных мастацтва экспозиция выник шмат годовых подорожил по азии знайомилась с работами майстра наш корреспондент дарья волковец головная идея пачути и атмосфера мастак андрей бондара у прад ставил коллекцию полотна устворенных подчас шастегадового подорожа по индию выстава у центры сучасных мастацтва у непосредны вот гук аутара на краину откровение вот такие наивные абсолютно спонтанные пускай не совсем попадающие формата ну вот высокой классики это и не имеет значение он искренен и мой критерий в искусстве именно и определяет вот ценность работы произведения форматом любви я получаю восторг и умиление вот то которое получаешь от высокого искусства глядя на его работы героями палотна устали люди яких аутар сустракал на протягу творчого ваяжу празалитые солнцем картины мастак передае прыгажость кожных ажахара индии любой посетитель сразу чувствует эту атмосферу это наполнение каждой работы солнцем вот этой свежестью запаха песка специи принципе все это экзотики все это атмосфера которая передает эта страна данных работах можно наблюдать именно наработки и опыт который нам подарил такое направление как компрессионизм и постнапрессионизм самое главное и основная идея которая была передача впечатления от красоты от яркости окружающего мира девчонка лили была звычайной в уличной хандляркой аллеяна настолько уразила аутара свое непосредностью позитивом и усмешкой на тваре что юн вырошу за натовать я его образ на своей картине да речи месца для полотна у экспозиции адвидзена центральная не глядзицы на то и что по померах работа самая маленькая с представленных андрей бондара у жорыхту и наступную творчую экспедицию по завершении якой знову плануя зарабить особную выставу до 19-го червяня у арт-гостё в невысокое место працел достава столичной мосташки педагога юлия гудзи киае старышек дятей за усимих ася шатилов счастливый день на ее представлены як живописные работы так и графичные творы ли на гравюры и колографии до речи 12-го червяня у рамках экспозиции юлия ягодик проведе майстер-класс ад задумки до выставы по навучанне дятей працы у технице колографии завтра до дня народжения заслужных артыста республики беларусь александра кашпирова на беларусь 3 выйдя программа майстри кумиры за больше чем 50 годовым сыграны десятки роли у театры из выше 160 у кино и на телебаченне майстри кумиры за делом александра кашпирова глядите завтра у двадцать две годины 35 хвилин на беларусь 3 озвучено мной более двух тысяч мультфильмы документальные конец художественно все еще на сериалы все это считается и ящи до 13-го червяня у столичной галереи дк ладится выстава эротичного фото виктора сянькова трансформация про переход от кинофильма до концептуальной фотографии роль у фантазии в сучастной культуре и место в образу просторы визуального мастатства в нашей наступной размове виктор здравствуйте ваша персональная выставка называется трансформация какое значение в это слово закладывали вы когда работали над проектом на формацию это не эволюция не революция это в отличие от эволюции где изменения необратимы в трансформации можем трансформироваться и в одну сторону и в другую это понятие которое присутствует с нами самого начала с нашего рождения мы начинаем трансформироваться наше тело трансформируется образ мысли он становится добрым злым может потом снова стать добрым и мы идем по этой дороге трансформации к логическому концу умирали снова трансформируемся и все идет по кругу интересно что за последние несколько дней вы второй автор который обращается к теме телесности с телесность либо с обнаженной натурой фотографии я работаю достаточно давно и в этом проекте для меня нет эротизма либо сексуальности либо телесности вообще никак для меня как автора я ее не воспринимаю потому что это вероятно самый доступный пример трансформации который может быть легко считан зрителям который не хочет углубляться то есть это не урок трансформации это просто пример и материал который был выбран он оказался самым доступным в конечном итоге узнаваемой формы телесной конечные как бы этап трансформации это полный распад это уже абстрактная форма в которой мы не можем найти ничего что напоминало бы о первоначальном источнике в таком случае так ли принципиален фотоаппарат как инструмент основное предназначение фотографии документировать бы документальность фотографии она заложена была в основу еще этого процесса впоследствии на мой взгляд фотография стала одним из инструментов художественной практики в визуальных искусствах только и всего вот это не фотография если говорить о документальности этого проекта то вы видите просто экран который живет своей собственной жизни его можно выключить эти все работы будут просто черным экраном я полагаю что вы начинали со снимков друзей и котиков а что побуждало вас как фотографа меняться этот путь проходят абсолютно все потому что мир прекрасен и удивительным и я до сих пор время от времени фотографирую пионы на среднеформатную пленку вот и котиков я люблю больше чем собачек и котиков фотографировать часто сложнее чем людей потому что им нельзя сказать ну-ка постой дружище я хочу сделать фотографии вот котики они такие хорошие люди можно сказать поэтому фотографирование животных это целый большой пласт но прикладной во многом фотографии анималистики я очень уважаю этих людей когда это сделано талантливый профессионально начинал я наверное фотографировать больше все-таки с людей и это была школа где я просто ходил с фотоаппаратом и фотографировал своих одноклассников на уроках после уроков и было достаточно много фотографий какие-то еще даже сохранились потом печатал их руками и искусство фотографии и живопись который умел часовую возможность наблюдать с детства потому что вся квартира была завалена альбомами по живописи журналами по фотографии никто от меня не прятал журналы с обнаженной натуры фотографические какие-то альбомы где это присутствовала потом появились музеи первая поездка в петербург с мамой наверное когда мне было лет десять это неделя в эрмитаже но и так вот это все пошло и поехало и остановиться не могу до сих пор кажется что из всех видов изобразительного искусства фотография самый сложный вы согласны есть как это не смешно звучит двойные стандарты по отношению даже к лучшим образцам фотографического искусства назовем его так хотя я это термин очень люблю и по отношению к изобразительному искусству многие люди которые занимаются профессионально изобразительным искусством не воспринимают фотографию как часть процесса создания каких-то произведений но когда художники занимаются фотографией это приори становится частью художественного процесса виктор спасибо и ожидаем новых сложных для восприятия но и тем интересных проектов и на этом по кулюсе познавайте больше разом знаме подтремливать и культуру и заставайтесь на беларусь 3 и и и и и и